всем привет я приветствую вас на канале моя швейцария и сегодняшний влог я посвящу теме сила мысли я приведу вас в сказочный парк волшебный парк который исполняет желание я покажу вам как провожу свой выходной день как восстанавливаю силы после интенсивной недели на работе а также покажу вам наши магазины перед пасхальной недели кто не подписался на мой канал может это сделать прямо сейчас а мы с вами продолжим сегодня я покажу вам как проходит мой выходной день начнем мы его с парка для оленят мой самый любимый парк находится в пяти минутах езды от меня и именно с этого парка началась моя история перемещения в швейцарию я уже давно заметила что все что в моей жизни не происходит имеет какой-то определенный смысл и такая же история произошла с этим парком кто еще не подписался на мой канал может это сделать прямо сейчас а мы с вами продолжим парк абсолютно бесплатный основан он в 1891 году и 1000 квадратных метров по площади занимает он и здесь можно увидеть разных козлят оленят и есть также гриль плац детская площадка короче очень много деток сюда приходит гулять с родителями и сейчас я вам покажу как эти сколько их тут красотки такие да красавицы здесь мы берем сюда вот кидаем монетку для франка и берем корм корм уже сделаны специально посмотрите что творится с моей собакой она как сумасшедшая хочет есть этот корм прям не может перед пережить что я дам кому то что ж такое вот прямо надо взахлеб запихиваться это вообще-то оленячий корм понимаешь мои девочки посмотрите сколько красавцев здесь собралось эмили моя не может пережить что я кормлю этих животных давайте они и боятся подходить но моё красавица красота она видимо ревнует и прям хочет этот корм есть это просто спрессованные овощи и детки с удовольствием их кормят лятушки ребятушки голодные всегда всегда они голодные всегда и посмотрите что творится с моей собак посмотрите что она прямо надо отобрать всю еду ты хоть жуй и хоть жуй жуй нет не надо кидаться на животных тут вообще не принято если собаку приводишь надо на поводке держать и не дай бог чтобы она на кого-то бросалась да иди же ты эмили короче сегодня у нас шикарная погода тепло я вам расскажу очень классную историю мы приехали сюда как туристы десять лет назад и милане было четыре годика и мы попали в этот парк мы ходили тут гуляли кормили этих животных увидели впервые да то есть я не любитель зоопарков а здесь ты реально видишь что все оленята там дальше свинки пойдут ламы они все находятся свободном пространстве то есть у них достаточно места они тут могут и бегать и играть друг с другом и достаточно еды получает то есть они содержатся в таких вот как бы натуральных условиях вот и мы короче восторги были от этого парка и тут моя милана говорит мама посмотри какой тут чудесный домики сдавай купим здесь домик и будем здесь жить в одессе у меня было свое турагентство я очень часто путешествовала и с детьми мы часто везде ездили и в принципе мы на тот момент уже объездили почти всю европу и никогда у меня не было мысли куда-то переехать жить то есть для меня европа была она вся какая-то одинаковая особенно маленькие городочки вот и ну да хорошо ну да красиво никогда не было мысли что-то менять своей жизни но когда я приехала в швейцарию вот это вот тишина покой идиллия а самое главное вот эта природа житель большого города да из одессы двух миллионник тем все асфальтированные дороги и до центр города то есть как бы мы там особо на природу никогда не выезжали не выходили а тут я реально вот застыла да вот в этой всей красоте и тут когда милана еще при этом домик сказала я так еще подумала ну классный у ребенка запросы и что вы думаете вот моя жизнь сложилась таким образом что ровно через год вот вы не поверите мы ровно через год были в этом парке будучи уже в швейцарии то есть карты так легли вот эти все мысли материальные что именно вот в этот момент все сложилось так чтобы мы через год мы живем рядом с тем парком в пяти минутах да мы не купили домик в этом парке да мы вообще никакой домик не купили мы снимаем квартиру соседнем городке в пяти минутах езды от этого парка и в этот парк мы очень часто ходим гулять и сегодня например я пришла сюда потому что у меня была очень интенсивная неделя работы у меня сегодня выходной и вот здесь ты приходишь вот этот свежайший воздух вот эти вот животные ты кормишь их с руки это какая-то своеобразная терапия единение с природой и ты нас насыщаешься вот этой энергией потому что все таки как массажист я теряю энергию да то есть я когда работаю с людьми конечно я стараюсь себя там заземлять и не брать на себя там лишнее но все равно ты устаешь ты теряешь энергию а тут я прихожу на эти зеленые поля на вот это вот тишь и благодать ты просто наполняешься этой энергетикой здесь у нас вот такие хрюшки когда ой малыш малыш к нам подошел бят хату нахку биты но эмили не пугай мне ребенка красоту он такой они конечно все время в грязючке мама с ребеночком да ну что же это написать на эту собаку встретите на эту собаку что он что за проблема ну что за проблема не могу отлучиться на пять минут уже похоже на лесу стало проблем на эти уже объелись и спят себе хрюшки такие заморашки прикольные волосатый принципе тут у них домик свой есть и когда тепло им здесь делают такое болото именно у них там где есть бассейн небольшой и они там купаются а потом вот в этом болоте пачкаются и вся жизнь проходит запачкался помылся запачкался помылся потом высох на солнышке все это обтрусил короче не жизнь а малина завтра мы уезжаем на два дня в итальянскую чашвейцарии в лакарном буду вести оттуда репортаж сниму там очень классный сюжет там уже цветут магнолии следите за следующими сюжетами не забывайте подписываться на мой канал чтобы получать уведомления о новых видео и сегодня я хочу еще заскочить магазин купить печенку и сделать скорее всего либо печеночный паштет либо пирожки потому что у нас в отеле не будет там завтрака и воскресенье с утра скорее всего будет все закрыто потому что на всякий случай нужно будет взять что-то с собой вот конечно очень напрягает эта ситуация с ковидом когда закрыты все еще рестораны особенно когда ты путешествуешь и нет возможности приготовить еду и либо надо что-то брать с собой либо покупать тейк и вей и но ничего ко всему привыкаешь в этой жизни так что в принципе жизнь идет дальше ослики и тут еще есть маленький миленький пони раньше их было два а сейчас тоже на рыжий там он один стоит вот и тут впереди у нас детская площадка мне тоже нравится что во всех этих парках все из натуральных элементов все эти домики какие-то лазалки веревочный парк вот везде чистота на то есть у нас принято внутри домика чтобы обязательно какие-то сюрпризы были да там кто-то кучки навалил здесь такого нет слава богу даже элементарно на вот бетонная какая-то труба поставили дети там с удовольствием лазит и всегда на таких вот детских площадках всегда есть такой пикник стол где можно устроить перекус и есть вот такой вот гриль плац где можно себе пожарить какие-то сосиски вот здесь все обычно лежит ну как бы сейчас пока не сезон обычно тут и дрова в стороночке лежат заготовлены это все бесплатно условно бесплатно да за это платим и налоги и делаем это с большим удовольствием вот и здесь вот такая вот уже горка которую вот и вот для меня конечно это ностальгия потому что я вспоминаю там 10 лет назад как вот ребенок мы здесь катался сейчас скажу какой домик она из этих выбрала прямо вот где-то вот этот вот который стоит вот этот вот мы мимо него шли и она говорит ой мама посмотри какой сказочный домик рядом животные все это утопало в зелени в ярких конечно цветочках и вот она решила здесь жить и вот пожалуйста благодаря желанию ребенка у меня даже мыслей не было вообще куда-то переезжать и вообще такие шаги предпринимать своей жизни причем с тремя детьми до менять страну кто бы мог подумать но как видите да главное что-то запустить в универсум и нас кто-то услышал и нам помог осуществить это дело если будет интерес наверно позже как-нибудь сниму сюжет как мы сюда попали как мы сюда приехали у нас началась сезон спа спаржи и сразу продает сопутствующие товары соус чистилку такой для спаржи и такую вот высокую кастрюльку соусницу быстренько все адаптируется под сезон очень мне нравится наша система берем карточку сканируем и ждем нам дали вот такой вот приборчик и мы будем им сканировать все купленные нами продукты и потом нам не надо стоять в очереди и пробивать их нам нужно будет просто оплатить тут уже вовсю подготовка к пасхе опять-таки яйца крашеные вареные которые целый год обычно продаются только сейчас они нарядные перламутровые вот ну и конечно же аромат как же без него к яичкам майонез без такие вот постельных тонов и отдельно продается шелуха луковая для тех кто все-таки решил красить яйца сам такой вот коричневый цвет тут либо тема зайцев в таких пироженках либо цыплята либо вот такие вот барашки пасху у нас через одни выходные такая красота еще есть острый кухон это песочное тесто с прослойкой миндальной и с изюмом забыла еще в прошлом сюжете показать что меня удивило здесь очень много таких вот булочек полуфабрикатов есть мороженые а есть такие как полу готовые их надо буквально там на пару минут в духовку и вы вот такие круассаны на завтрак либо такие булочки на бутерброды то есть парочку минут в духовке и они у тебя горячие хрустящие свежие очень тоже удобно мы потом сканируем вот этот штрих-код и положим этот прибор на место нас спрашивает все ли мы просканировали потому что иногда могут сделать контрольную проверку тут мы оплачиваем выходим наружу иногда могут проверить поэтому не надо баловаться и надо все пробивать спасибо что досмотрели видео до конца надеюсь вам понравился этот сюжет и оставьте пожалуйста в комментариях ваши отзывы как вы справляетесь со стрессом что вы делаете когда вас уже лимит исчерпан и какие есть у вас волшебные места увидимся в следующем сюжете